С миром принимаю, Виталий. Слово Божие живо и действенно. Игнать Тихонович. А откуда ты это взял? Из Библии. И Володя все время, когда ролики заканчиваются, он, как правило, на это место из Библии направляет камеру и заканчивает ролики. Почему он это делает, Игнать Тихонович? Да он не направляет, а не где-то на стене у меня над столом висит эта надпись крупно написанная, вручную. Вот в чем дело-то. А где это написано? Евреям 4.12. Прочитай полностью стих. Так, Евреям 4.12. Сейчас. Моглят и она. Так, сейчас загрузится программка, Игнать Тихонович. Одну секундочку, минуточку. Ты заранее должен был найти эти места, чтобы в минуточку часов не ждать. Так, я искал. У меня тут с программой немножко заминка произошла. Что-то она меня подвела. Надо сейчас другую сделать. Так, Евреям 4.12. Евреям 4.12. Так, хорошо. Вот. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И дальше? И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Кому Ему? С большой буквы? С большой буквы Господу. Господу Богу. Вот представь, по Слову Божьему, что здесь говорится? Вот давай по порядку. Снова считаем. Первое, что Слово Божие, какое оно? Оно живо и действенно. Пока на этом остановимся. Живо. А для чего это говорится? Нигде больше не говорится об этом. Слово Божие, все проповедия, и вдруг оно живо. Я ни разу не видал этой надписи ни у баптистов в молитвенных домах, ни у православных, ни в проповедях, ни у кого, никогда. Ни у Осипов никто это не возьмет. Почему? Оно режет их сразу. То, что дальше говорится, какие свойства у этого слова. Если он включит это, то он-то не нужен здесь уже. Он не будет тут галстуком трясти, говорится, и на грех наводить скобленным 84 года лицом. Вот суть-то какая. Живо означает, оно умерло где-то. А где? В первую очередь у православных. Его нету. У старобрядцев его нету. Почему? Кто будет читать Библию до конца, тот сойдет с ума. Ведь это их апаризм. Как у русских, бей жидов, спасай Россию. Ну и еще, добились. Жиды, говорит, набрали силу, а о которой говорил, ни одного нету. В ГУЛАГе все сгинули. Так и это, Слово Божие живо. А раз живо, я хочу с ним познакомиться. Я ему звоню, стучу каждый день. Так, друг мой, мне надо пойти, пойдем со мною. Я со Словом разговариваю. Слово Христос. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. И никакие знания, никакие академии, докторские знания не помогут, если оно для тебя не живо. Оно для него лживо, и он не верит в это. Запомни это. Оно не живо, а лживо. Для них. Вот Осипов, когда говорит, ждем на Слово Божие. Смирнов Дмитрий, когда говорит, развалился и хлюпает там водой все время. Как общат рулетки, там все время пьют и пьют. Генский огонь залить пытаются. Ты смотри на них, которые выступают-то. Очень хорошо, говорит, быстро. Ткачев, где Слово Божие? Он к нему-то не привязывает людей, они встали, отряхнулись. Ну, батюшка, все знает про всех артистов, кто когда женился, когда развелся. Все абсолютно знает. А Слово Божие живо. То есть, мертвичину поднимают, трясут, пылят в глаза. А ему зачем это знать-то было-то? Что сказал в это время тот-то или тот-то? Писатели в какое время сказали, как он был, жил, болел, он все объясняет. То есть, затягивает время. А Слово Божие живое, Святая Библия от корочки до корочки, Священное Писание от буковки до буковки, вначале первая буква В в Библии и последний мягкий знак «Аминь». И они никакой роли, эти слова божественные, к ним не касаются. Я все время говорю, вы обманываете людей и обманываете сами. Вы думаете, что люди пришли к вам, потому что ты такой знатный, красивый или что-то. Люди пришли к Богу. Храм Божий называется. Не твоя вотчина, не твой шинок, где пивом торгуют. Но это-то можно понять, что люди пришли к Богу, а ты проводник Божьего, всего, что он поставил Бог. Божья программа, Божьего слова, Божьего ответа на ваши вопросы. Нету? Редко-редко, когда что-то где-то просчитает, и так между делом, и тут же засыпает другими словами. Сыплет. А народ спит. Они не видят в зале, кто сидят у них без платков. Без платков сплошь и рядом. В штанах сидят, ему все равно. В храме. Я видел один раз, повернули камеру, когда Ткащев Андрей говорит. Я гляжу, у него шалман. Как говорится, брованого движения. И он не слышит, столбьем заливается, и все. Хороший батюшка, все. А они для себя трибуну эту изобрели. И храм для них нужен, для кормежки. Не для того, что это лечебница. И тут люди должны воскресать от слова Божия. Вера-то от слышания. Не от священия, не от запаха, не от ладана, не от просвора, которые... Все органы чувств задействовали, кроме одного. А в уши попадают церковно-славянское пение, которое никто не понимает. Нараспев поют безбожники. Все сделали. И веры-то нет никакой. Вот посмотри, вот сколько... Говорят, самый большой обман какой в мире? Я скажу, самый большой обман тот, что Христос не умер. Он не воскрес. Тогда мы все еще во грехах. Это самая главная радостная вещь, что Он за нас страдал, Он умер. И что рядом с нами миллиарды людей, которые не верят в это. Признают Его за пророка, за важного человека, за знаменитого. Много хорошего сделавшего. Ему не надо Христу это. Ему нужно то, чтобы люди приготовились принять Духа Святого. Ждите обещанного, когда Он уходил. Вам лучше, если я уйду. За Христа-то тоже не цепляйся. Потому что это картинка одна, икона. Для вас лучше, если я уйду. Если не уйду, то не пришлю Духа Святого. Я был в одном месте, в другом месте пришли, они через берегом, морем искать, а где Иисус. А тут искать не надо. Я только молюсь, Дух Святой сразу пришел. В одном месте, в другом миллиарды мест, и везде он приходит. Вот у баптистов, у всех сектантов, почти всегда написано, Бог есть Дух. А для чего? Чтобы опровергнуть иконы. Просто православные прилипаются к вещи. Им фетиш нужен. А вот они это поняли, иконы-идолы, она сожгла их, и теперь она подчеркивает везде, Бог, Дух. А остальное не имеет значения в Дух. Так в Духе, не в брюхе все-таки. А почему же вы пасы тогда не соблюдаете? Я уже попутно в них сказать слово. Милостью Божией мы узнаем оно живо. А раз живо, значит, живое тянется к живому. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Для них оно мертвое, похороненное слово. Я живой, и вот 27 сентября 1962 года в 17.00 это слово попало мне в руки через полчаса. Господь дал мне и крещение Духом Святым, и возрождение свыше. Все. По сегодняшний день. 57 лет, как один день прошли. Почему оно живое? Вот у меня лежит, посмотрю сейчас, Библия одна православная, Библия таймизанная, Гецея, другие, которые издавали. Синодальный, конечно, перевод. Брюссельское издание. Разные-разные Библии об одном и том же. В кармане, куда бы ни пошел, Новый Завет. А почему? А внезапно меня задавят, убьют. Начнут сразу карманы и наткнутся на Слово Божие. Наказывают, чтобы мне на грудь положили мертвому, заламинировали. На кресте повесили, все время меняли. Кому надо, написать, берите бесплатно. А почему оно для меня живо? Оно оживило меня. Это мой врач. Не просто от болезни, а от смерти. Вот оно живо, тогда будет, когда ты будешь жить им. А что сказал Господь на это? Вчера мне заходили несколько человек, мальчишка 13-летний, и говорит, а у меня тетка каким-то ушла, они кричат непонятно, падают. Ну, это харизматы. И он за тетку беспокоится. А познакомились, кажется, в рулетке. Еще один зашел с Украины, а я много лет смотрю. Я начну говорить, да это я знаю, там вот так-то было. Ловили рыбу, а это вот так-то. Там были там строят, он все абсолютно знает. И вчера он мне говорит, я не верил, что вас когда-то в живую-то увижу. А почему? Живое слово объединяет нас. Живое. И оно, кроме того, что живое, оно не просто стоит на полочке, живое, и свет излучает. Оно действенно. Действие его не прекращается. Ну, откройте сейчас какие-то указы хорошего царя. Я не говорю там египетского шейха, или мусульманского, или буддиста. Нашего православного царя. Были же хорошие слова. Нету нигде. У Козы Ленина, Сталина нету. Наполеона, Гитлера нету. Нету, по ним никто не живет, и даже тебя будут преследовать, если ты на них будешь ссылаться. А слово Божие действенно. Иоанн Златоуз говорит, у каждого народа есть свой царь, свои законы. И на определенное время умирает царь, закон меняется. Амнистия тем, кого посадили. А слово Божие для всех народов на все века. Вот я живу, допустим, сейчас, не здесь я был, а в Америке. Для меня слово Божие осталось такое же. Мне говорят, а он у вас там забыт, а там в алтаре достаньте-ка. Женщинам нельзя заходить, да и мужчинам нельзя, и амирянин. Они ведро там забыли, был, который там стихарь носит, кто и подъехал. Он помыл в алтаре, ведро оставил, а им теперь мыть, а никого нету из служителей-то. А они на меня, в Нью-Йорке. Я посмотрел примерно, далековато. Я говорю, давайте швабру. Я лягу на пол, вы меня за ноги держите, чтобы я подошвой не заполз в алтарь-то. А пока подошва моя не заползет туда, я там не был. Я швабры подтянул в ведро и вышли. Ну, это уже буквоедство. Ну, хорошо. А если я их буквы съел, они сделали с горьким и сладким. Я тебя твоими же словами буду душить. Я с ним разговаривал, у нас в общине он был, Муравлёв Игорь. Ну, Игнатий, ну вы и законник. Я говорю, Игорь, давай договоримся. Ты хотел меня оскорбить? Павел передаёт, передайте привет Зине, законнику. Я законник. Но напротив законника, значит, ты что-то должен избрать, чтобы оно соответствовало. Не то, что ты скажешь, я не жеребец или не кобыла. Законник, а напротив беззаконник. Теперь я везде принародно буду знать, а, Игорь идёт, здорово, беззаконник. А ты меня зови, здравствуй, законник. Он сразу попятился. Нет, это ты назначил так. Ты меня хотел оскорбить этим словом. А противоположное, это твоё. Так понятно. Я же не могу тебя законником назвать, если ты меня клеймишь этим именем. Так и здесь. А дальше и говорит, какие действия слова это имеем. Посмотри. И оно что? Живо и действенно, потом. И острее меча, обоюда острого. О, обожди. Обоюда, то есть с двух сторон. Ну, у нас нож столовый-то с одной стороны наточен, а то с двух. Острее. Он мне один сказал, вы не ругаетесь, вы не материтесь, но вы откуда-то считаете что-то, что-то хуже всякого матерка. Я говорю, ничего себе. А почему? Ну, вы сказали, что вот такой враг, всякая правда, сын дьявола. Так это написано. Ну, понимаете, я тоже, ты бы ругал, но меня не трогал. А мне как? Это я враг вдруг стал. Да что же такое? Это Библия говорит. Маленько погодя, он умягчился сердцем. Господь начал там работу свою уже. Острее меча боевого острова, священники никакого внимания не обращают. Острее твоего языка. Вот сейчас насчитывают мои ответы, а их много, 4124, не считая, которые сегодня еще задают. У меня и вопросы-то задавали не такие, как Смирнову. К нам приехал епископ наш, и говорит, у нас, я говорю, у вас как подвешенные. Такие вопросы задают люди. А в других местах что? Когда отпевать, на какой день? Как одеть покойника? Все такие, мертвые вопросы-то. А здесь другое. Слово «живо» и «действенно». Оно живо для тебя тогда будет, когда ты им живешь и ежедневно пользуешься. Вот это слово у меня написано здесь, прямо над головой. Крупно, красным. Володя. Ну, тебя не видать. Ладно будет. Как-то показать надо будет. В другой комнате, в церкви, везде это у меня написано. Чтобы люди поняли, оно живо и сегодня не потеряло своей силы. Оно действует на любой территории, на любого человека, в любое время дня и ночи. Действенно. А я скажу вам не раз. Тебе не надо за Бога решать. Твое дело возвестить. Что сказал Господь Бог? Так говорит Господь Бог. Пророк Михей говорил. Никуда в сторону. Живо и действенно. И оно острее меча, бою до острова. Оно режет, отрежает гнилье, отрезает негодные, дурные мысли. В мозгах действует. Ну, кто сегодня где Карла Маркса считает? Или Ленина-то? И кто-то сказал, подожди-ка, том 15-й Ленина, 317-я страница, я посмотрю, что там написано. Никто не один. И которые порторки были, никого нет. Или они все передохли, или... Ну, просто никто не... Все понимают, что это мертвичина. Мусор. Там ничего нету. Нету. А это действенно. И перерождающее. Имеющее воюдоост. Реобличает, наставляет, увещевает, учит. Все в этом. И далее. Оно проникает до разделения души и духа. Души и духа. Вот в данном случае слово дух имеет в виду настроение. А душа тоже духом называется. До разделения души и духа. Душа-то у меня есть. Иногда человек услышал слово Божий, может, может, умереть от страха. Душа отделится от тела. И от духа. Вот настрой был такой-то. Веселые смеялись. Я здесь. Ребятишки кучей. И везде одинаково. Редко-редко, чтобы они не... Так кричат. Ай-ай-ай, Хаттабыч, Хаттабыч. У них ничего нету. Ну, с бородой-то и Достоевский, и Толстой, и царь Николай. А он не понимает. И взрослые тоже. Вы еще, Хаттабыч. Я говорю, дальше никуда не пошел. Понимаешь? Фольклорный. Колдун. Для вас ближе, чем живые. Ты меня что, с кем сравниваешь-то? Вот начинает. Я их сразу этим утешаю. Я как скопище бесовское. Рты раскрыли. Горе смеющимся ныне. Я бы жидаю, плачет, крежет зубов. Итак, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших. Видишь, как ты сразу замолкну. Это куча их там. Кривляться перед салем. Один подходит. Да подожди ты там. Я ему... Что бы ни сказал, этого не будет. Я ему сразу беру Библию, показываю. Есть такая книга? Поворачиваю боком. Ну, вот она у меня. Я когда разговариваю с ними. Мусульманина или кто-то. Такая книга есть? Они имеют. О, я мусульманин. У нас другой книга. Я говорю, может быть, вот это? Коран. Я говорю, считай. Не может. Баран, я говорю. Ты считать-то не можешь. Такие же, как православные. Стоят, как столбы. Сорковно-славянского не понимают. Да еще и поет гнусавый какой-то там прихвостень. Вот слово-то Божие до разделения души и духа. Составов души и духа. Духа настроение меняет. Ты даже не выскажешь, какую силу оно имеет. И никакого значения оно не имеет. Для многих и многих. А неправильно там написано. Дальше. А вот составов и мозгов. Вот составы и что это такое? Составы. Состав. Мы не знаем, что это такое состав. Но мы скажем, где состав бывает? Из чего состоит человек? Раз. Состав нашей речи. Слагается из каких-то отдельных эпизодов наша жизнь. И составы эти все оно ставит на место. Я не толкую. Я просто вхожу в него и понимаю. Даже Блаженный Афифилак не доходит до этой глубины, которую сегодня Господь открывает людям. Составы. Ну суставы у нас есть. А это состав. Из чего состоит? Суставы это отдельное сочинение костей. Ну нельзя сказать, что вот кожа на нос, это состав вот это вот. Вот у составов нету. Состав. Составлено из чего? И тогда понимаешь, да. Это душа, это тело. А тело вот из чего. Начинаешь перечислять органы. Какие составы? И оно до разделения доходит. Лево, право. Как смотреть? Хорошо вам не прикасаться к женщине. А там не сказано, что нехорошо, если она сама ко мне прикасается. Сама меня обнимает. Один ко мне ходил, и вдруг долго не был, приходит. Я говорю, а где ты был? Да я вот, ааа. Я говорю, ну и что ты такой? Да я в блуд впал. В блуд. Так что это, подскользнулся или как? Да нет. Я Библию считал. И слышу, кто-то меня обнимает. Вот отрекся от всего. Он уже не здесь. Дверь не закрыта. И разведенка зашла с соседей через площадку. Его обняла. Ну и дальше уже все. Он потащился. И сами у него пуговки на штанах оторвались. Рисуйте картину. Я говорю, что ж ты дуришься где-то? Почему ты не заперся? Почему ты не хлопнул ее? Пинками не выгнал? Ну, ты готов был к этому. Она слышала твой запах. Вот у меня кошка требует кота. Ну, она в это время начинает даже не в погрязь не спускаться, а где идет, там маленько брызнет. А другие кошки наверху, я оттуда приношу их, они находят, где она мочилась и лижут это. Запах притягательный. И при том, не самцы, самочки. Я никогда раньше этого не видел. Кошечки. Так и человек. Он слышит в каком-то состоянии. И она сразу туда идет. Почему змей-то не подошел к адаму? Мы же должны задать вопрос. Он видел, она расположена болтать. Бывают болтливые. Говорят, чего не должно, Павел говорит. Почему мужчина не красит губы, а женщина красит? Ты никогда не думал? Ну, у нас самка. Как это мочится, так она и губы красит. Кошка мочится, а самка людская, зубы красит. Я наконец разговариваю с хирургами и проще. Он говорит, да, действительно правильно. У женщины не две губы, а шесть. У нее еще пара губ внизу. И когда они наливаются кровью, она пытается... Там-то не видно, она же закрытая. Она переносит на губы показать, что у меня все уже готово. Ефрем Сирин говорит, красит для того, чтобы привлечь чужого самца. Там не видно этого покраснения-то. Оно уже все, у них кровь туда приступила. Но это медицина разберется. Здесь составов и мозгов. И мозги ставят твои, куда надо. А нам мысли твои разделить, Слово Божие. А как же так нам в школе преподавали? Мы с одним идем, а он историк. Знатный человек. Ну и идти до нашей речушки, Барнаулки, там минут 20. И разговор-то простой был. Я говорю, то, что сейчас есть, вот это вот, в стране, это все руководство делает. Это определенная есть организация в мире, которая называется масонство. Они еще студентов выбирают, которые особенно такие знатные, в хватке. И они уже им предлагают вступить. И над ними работают. Вот пишут Рузвельт. Франклин Рузвельт. Когда вступил. Сейчас все описывают. Его заряди, и там видно, в таком-то, когда он вступил. А другие там, Черчилль, Уинстон, точно так же. И Гитлер точно так же. Но разные ложи, и между собой схватились смертно. Я ему стал говорить, что это масоны, приготовили престол антихристов. Он говорит, нет, это советская власть. Я говорю, нет, вот сейчас дойдем до Барнаулки, 20 минут. А он историк. Да я историю знаю. Гена, помолчи пока. Я дорогой говорю ему. Когда дошли до этого. Я говорю, ну вот теперь. Как будто я не учился. Как будто я не учился. А почему? До разделения души и духа. Вот я выступаю в летном училище. А у них интересно. Я нигде не видел, чтобы большое звание было. Полковники. Видимо, присваивают звание, а над ними один генерал. А почему? Они преподаватели. Доктора присваивают какого-то. И все. Ну и они меня подхватили после выступления перед курсантами к себе. Веселые такие. Один другого спрашивают. Скажу тебе, а какое чувство вот сейчас? Вот сейчас. Он говорит, мне кажется, я ни академию не защищал, ни звание не защищал. Как будто первый раз это. Я вообще ничего не знаю. Они меня не знают, чем угостить. Давай в облу после пива закусывать. А один, ну что ждать-то вам? А сапоги возьмете? Я говорю, а какие? 43 размер. Я говорю, это мой размер. Он тут же за диван полез, достал. Я их вот ношу сегодняшний день. Да яловые такие, не кирзовые. Понятно? Да разделение души и духа. Его разделило. Все. Он такой был, зашел. А теперь выходит из зала Актова. Там 475, кажется, курсантов-то. И он. Я говорю, как будто бы первый раз начал учиться. А я говорю, моего-то там ничего нет. Меня упрекают иногда, там знатные. В больницу привезли. Я по коридору иду, а подходит один АТВ лапкет. Я говорю, да. Ну я профессор такой-то. Я много слышал о вас. Я хотел побеседовать. Я говорю, ну давайте. Тем более у меня уже анализы прошли. Стали беседовать. Я ему раз, два, третий отвечал. Он говорит, да постойте. А у вас свои-то мысли есть? А откуда им быть-то? Я говорю, никак. Я все занял божественным. Нет, ну так же, к афоризму, как цитатник Мао Зедуна. Я говорю, может и так. Но зачем мне самобытная глупость, когда есть божественная мудрость? Вот как? Я говорю, так. Ну вы своими словами ответьте. Я говорю, а я вас знаю. Как? Так вы к Еве подходили, чтобы она своими словами ответила. Ты хочешь меня через ограду священного писания выкинуть? А ты вам дальше разделать по частям. Не будет. Я огражден. Я в безопасности. И могу спать спокойно. Писание говорит, огражден и в безопасности. Он потерял ко мне всякий интерес. Почему? Его кто-то толкнул, чтобы смуту создать в душе. Чтобы я увидел свою ущербность. Что? Слово Божие. Да я знал, сколько вы знаете, еще 20 лет или 30 лет, говорю, назад. Знал это уже, что вы говорите. А божественное я не знал. И Господь, когда стал мне это давать, все вытеснил любовью. У меня как будто того и нет. Слово сказать Ереса. Я просил мудрости, и Бог дал Соломон. Верите в это? Ну, получается так. Я говорю, а такое слышали, чтобы человек, приходя к Богу, ну, был какой-то артист, вот как сейчас этот, ко мне приезжал один. Алексей, я его называю блуждающий. Ну, с Москвы. И вот точно так же. Чтобы я говорил своими словами. Оно не вмещается в них. Я ему отвечаю. По делу он не слышит. И более мудрых ответов не может быть. Потому что они не мои. Бог на это отвечает. Да это нельзя так. Да как же так? Да то другое. А я вижу там где-то не так. Я сразу делаю замечание. Нога там за ногу сидит, забросил. Я замечание. Брит, и я ему замечание. Он никогда этого не видел. А священником сидит, он блаженствует, говорит, полураздетый, наколки показывает. А тут он зажался, и все. Почему? Слово Божие. Живо и действенно. Острее меча обоюза острова. Когда мы это понимаем, даже думать об этом не будем. Опыт. И я понял, с этим мечом меня никто не возьмет. Беседуя я в КГБ. Следователи, заключенные, военные, за границей. И везде оно меня ведет на самом высоком уровне. Беседую там с мулами, с имамами. Идем по мусульманским республикам, Турции, Прибалтика. И везде с кем бы ни встретился, в библиотеке же мы едем-то. Говорил от слова Божьего. Причем моего ничего нет там. Почему? Я каждый день это впитываю. Да разделение. Он думал так. Я говорю, а ты вначале, ты беседа как думал? Да как думал, что я забыл думать. Зазомбировал меня. Я теперь только так и хочу думать. Он понимает, что я его зазомбировал. А по-другому он не может. То есть зомби это умерший являющийся. Так вот кто-то умерло, а новый пришел. Только уже не зомби, а христианин. И оно заговорит с тобою. И сделает тебя рупором, оратором на этом поприще. Нигде ничего не пытайся подправлять. И не постигни на перевод в синодальный, что там неправильно или где-то. Это наилучший перевод за всю мировую историю. Это я говорю, немного разбираясь в языках. Я делал сравнение полностью, считаю, на английском, немецком, латышском. У меня библии эти были. У меня, кажется, на 13 языках были библии разные. И сколько мог, я проверял. Лучше, красочнее, не сказать. Как вспомнишь, что Тургенев, великий, могучий русский язык. У нас очи, глаза, чело, лоб. Господь, господин. А в других языках это одно и то же слово. Господь и господин. У них нет очей глаза. Шрева, утроба и прочее у нас. Заметьте, какие двойственные слова. И мы, если только знакомы с языком, чувствуем, как... Всё-таки чело – это чело. А лоб – это лоб. Как говорят, что в лоб, что по лбу. Разница есть. В лоб – это внутрь проникнуть, а по лбу – вверху только. Некоторые даже пословицы нужно пересмотреть. И дальше что? Составов и мозгов. И? И судит помышления. И намерения сердечные. Намерения. Не то, что... Помышления какие были. Ну, я мыслил о чём-то. А с какой целью-то, ещё не знаю. Намерение какое? С чего ты этим добиваешься? Вот человек, да чтоб тебе там... Я говорю, а ну а в самом полном смысле, что ты хотел? Ну, проклинает человек другу, да чтоб он сдох. Значит, чтоб сдох. Значит, ты будешь доволен, что если он умрёт. И ты не против, чтобы его сегодня задавила машина или кто-то убил. Почему, говорит, ненавидящий брат, а есть человека-убийца? Потому что в апогее твоей мысли самая высочайшая. Я желаю, чтобы выполнилось то, что я желаю. Я не могу ничего сделать, да чтоб ему повылазило. А сам под одеялом лежу. Ну, на него злюсь. Он там что-то испортил у меня, там, холду и молву пустил. К примеру сказать. Я так думать не могу. Ну, в идеале лучше, чтобы он сдох. Чтобы его не было. Но как Господь сделает. И написано, не радуйся смерти даже врага твоего. Ибо Богу это будет не угодно. И твои дела не устоят. Он уже не может за себя заступиться. Мертвый, как он скажет. И, может быть, был шанс у него обратиться. А ты ему не сказал о Боге. Ой, как далеко за это. И, может, ты виновен в его смерти. Что он тебя не мог победить и от обиды лопнул. Сосуды не выдержали. Давление поднялось. Тромп оторвался. Инсульт. Сатана, говорит, черную занозу ему сунул в мозги. А, может быть, я в этом виноват? Тут сколько размышлений. Это тебе некогда будет смотреть какие-то комедии. И вот это все Слово Божие. И когда апостол Павел говорил, ведь он имел не Новый Завет. Его не было. Ни одной книги не было. Только речь шла о Слове Божьем. Я говорю с детства, как фарисея от фарисеев, в законе рожденный, обрезанный. И когда Иисус Христос, Евангелие от Яна 5.39 говорит, исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Евангелия не было. Христос был на земле. И только после его воскресения из мертвых, через 5 лет, Матфей напишет, через 7 лет от Вознесения Христова, Марк, через 15 Лука и через 35 Иоанн. А о чем Христос говорил? О Ветхом Завете. Как бы он сказали, исследуйте Писание, а Нового Завета-то и не было. Что они исследовать будут-то? Ясно, что о чем речь шла. И когда саддукеи начали издеваться, доказывая, что нет воскресения, и нет, душу они не верят. Атеисты, агностики. А Господь им отвечает, 22.29 Матфея, заблуждайтесь, не зная Писаний и силы Божьей. То есть Бог силен это все сделать, воскресить вас. Не знайте Писания. Все наши обиды, беды и счастья не знаете Писания. Заблуждайтесь, запятаясь, заблуждайтесь. Причина одна только. Ну я заблуждаюсь, потому что в школе там не учился. Нет. Я заблудился, потому что там причина какая-то проспал. Нет. Заблуждайтесь, не зная Писаний. Ну, например, так. С женой обращается на нас сурово. Я муж, ты должна меня слушать. Ну, давит он. Она обидела тебя. Ты феминистка. Видал я таких. Что это? Заженился на тебе. Всю жизнь меня испортила. Ты, может быть, потеряешь ее этими словами. А что я должен делать? А вот теперь и вопрос. Что должен делать? Открыть Писание. Если можно, посади ее рядом. И дай ей своими глазами просчитать. Смотри, как Бог сотворил. И когда апостол Павел доказывал, что жена должна быть в подчинении мужа, он не поставил какие-то причины, что она ниже ростом. Она дольше живет. В среднем каждая женщина живет где-то лет на 9 у нас в России. В среднем. Вот так. И она более развитая в школе. Лучшие отметки. Но быстрее, глупее, чем мужчина. Она быстро деградирует. Почему? Не рожает. А когда рожает, она вот блещет разумом. И вот здесь. Заблуждайтесь. Не знаю Писание. Мужья, не будьте суровы с женщинами. Суровы. Ну, а почему? Когда Писание говорит. Исидор Пилсиотский говорит. Чем строже ты с ней обращаешься, тем сильнее она к тебе привязана. Это правильно. Но не будьте слишком суровы. Слишком. Да как? А вот слушай как. Причина-то в чем? Не то, что она тебя к себе не допустит. Что придется спать на топчине на кухне. Нет. Дабы не было препятствия в молитвах. Причина только одна. А у людей молитвы нету и препятствий нету. И поэтому дверь открыта. 86,5% разводов первые три года. Когда Крупская говорила. При 17% национальная катастрофа. Считается, где-то я сейчас не знаю. Год такой. Где-то 30 или 40 там. Годы какие будут. Россия уменьшится с населением на одну треть. А Америка на одну треть больше будет. У них же было меньше населения-то. Оттуда едут и едут и едут. А сюда наоборот бегут и бегут и бегут отсюда. За время перестройки 120 миллионов абортов. Как говорит Менделеев. Нас бы было в 2000 году 650 миллионов. А даже 150 нету. Полмиллиарда сожрал Змей Горыныч. Через хороших руководителей. Я говорю. Где у нас в стране запрещен аборт? Это не все знают. Только один глава администрации запретил. Это один. А кто Рамзан Ахматович Кадыров? И сейчас вчера выставили мне ролик. Рамзан Ахматович Кадыров храм православный большой построил. И при том целый комплекс. Большой дом, священник, у ограды на берегу озера. Там такая красота. И он выступает. И показано молиться. Я гляжу, у него на коленях стоит молиться. И слезать ищет. Кто может это показать? А он мусульманин. Мусульманин. Вот у меня бумага есть. Благодарственная от него. Я о нем каждый день молюсь. Почему? Слово Божие живо и действенно. До разделения души и духа. Составов и мозгов. И судит помышление. И намерение сердечное. Помышление я размышляю. А здесь даже намерение. С какой целью я это делаю-то? Надо построить храм. Зачем намерение? Намерение. Ну как? Я строитель. А у строителей храма всегда молятся. То есть, одна цель. Другая, чтобы было людям, где укрылись. Третье. Он даже не скажет, как. Делают видимость, что что-то возрождается. Храмы-то пустые. На праздники там кто-то приходит. И эти кто-то, они ничего не знают. Они толкутся, покупают. Такие деловые отношения. Вонющие свечи эти берут. Невосковые. Деньги шумят просто. И вот я сколько в чат рулетки везде. И все время недовольны патриархом. И как? Плохо поет? Нет. Почему они так шикарно живут? Вы ездите на старом велосипеде. Почему он на велосипеде не ездит? Да почему? Может быть нет у него? Купить не на что? Мало ли что. У него велосипеда нет. Вот это одно место. Писание такое сладостное. Я его везде выписываю. И проверяю. Не ослабело ли? Нет, не ослабело. Ты где еще видел такое? Что в стихотворении, вот у меня 36 строчек. И напротив каждой строчке место Библии. Откуда взята мысль? Место, книга, глава и стих. Один приехал. Наш Потеряевский, когда-то в одном классе учились. Артур Яковлевич Эрлих. Эрлих, фамилия. Это означает, фамилия переводится, честный. Какая фамилия? И он говорит, ну вот хоть один у нас из Потеряевских выбился так, на известный такой кто-то. Да какой известный? Ну что бы, я там в Германии был, и там знаю, и все такое. Я говорю, да не мое это. У меня напротив стихотворение, буквы этой строчки-то написано, откуда взято. Да тогда ты еще умнее знаешь, откуда взято. Вот надо же. Люди, если они уже расположились, то их сбить не так просто. Ты немедленно воспользуйся данным благоприятным моментом и расположи их, что они твое. Это Христово. А тебя трогают эти слова? Да, тут глубина такая, тут глубина эта. И она мне непостижима глубина, я только фразу вставил. Вот такое мое разумение этого местописания, прекрасного и чудного. Я его везде, только в рамки не вставил, рамок нет. Человек, который может писать так художественно, как будто боже, ну, не рукой писанную. И у нас такие плакаты висят везде, в церкви. И у меня дома, и здесь, и на кухне. Давайте дальше, Гнатек. Давай. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. То есть не надо никаких там геологоразведочных и каких-то архиварисных книг, каких-то раскопок. А вот то-то, то-то там найдут где-то, вы знаете, это вот то, такой век. Это 50 тысяч лет назад была стоянка людей. Я говорю, конца края вы не врете. Зачем же брешите-то? От Адама до Рождества Христова 5508 лет. 5508. А от Рождества Христова 2019. Ну, разница может быть 4 года, поправка. Ну и считай, сколько? Девятнадцать и восемь. Получается двадцать семь. Семь тысяч двадцать семь лет от Адама. Откуда вы взяли 50 тысяч? Дальше этого нет ни одной находки. Нигде никаких. И ни один камень там, или человек там лук потерял свой, или вот такой заострил камень, камень мамонта убил. Это все должно вместиться вот в эту цифру. Один год дальше мы уже не поверим. Нету. Его не было человека. А он не знает. Понимаешь? Прочитай еще раз это место последнее. И нет твари сокровенной от него. Нет твари. Вот о чем бы мне рассуждали? А я не верю в Бога. Я говорю, совсем не веришь? Нет. А то, что ты сам существуешь, в это веришь? Ну, вот он я. Ну, вот он глаза. Ты знаешь, что такое глаза? Какая сложность устройства. И они на вершине находятся. Нос. Мы мучаемся с соплями. А вот сопли-то исчезнут. У меня встречался человек. Какие лекарства тратят? Все время смазывать надо, чтобы пыль и все там на волосинках застряло. Вот какое дело-то. А на язык? Сколько? Вот у человека колбочки, глаза там, колбочки. Считается примерно 750 тысяч колбочек. И никто не может понять, почему они в перевернутом состоянии мы видим. Как считывается, почему прямо-то стоит-то? Даже этого не могут понять. Шмель летает. Маленькие крылышки. Маленькие. По всем расчетам он никак не... Ну, в аэродинамике пока-то он не может летать. А он летает. И по сегодняшний день летает. Вот стрекоза. И у нее четыре крыла. Ну, настоящий вертолет. И как она прямо летит. С задом может повернуться. Кверху, книзу. Вертикально поднимается. Как так? И мошек ловит. Я думаю, чего она тут летает? Долго-долго наблюдал за ней. И ты гляжу, раз! Села, перегнулась вся этот хвост длинный. Вот так вот. Она, оказывается, искала благоприятное место, где отложить яйца. Личинки. И она отложила его там, где среди кустов, где волна не достает, и чтобы все время сыро было. Вот чудо-то Божие какое! Нет твари сокровенной от Слова Божия. О чем бы Слово Божие не упоминало нам. Все дышащее дохвалит Господа. Великие и малые рыбы. И дальше перечисляет, и этим заканчивается книга Псалтырь. Нет сокровенной... А в чем бы Слово Божие не говорил? Ну, а там же не сказано, что вертолеты будут летать. Не сказано. Ну, это уже было под солнцем, Соломон говорит. А где было? Стрекоза. Ну, а самолетах же не сказано. Сказано. А почему? И полетят птицы по небу, по тверде небесной. Жуковский, основатель аэропланов всяких. И он только исследует и режет крылья, режет. Почему? Верхняя часть крыла, она вот так идет горбом. У всех самолетов горбом. А нижняя вот так под низ или прямо. Воздух, который попадает в начале крыла, ну, самолет и летит. За счет чего он держится-то? А за счет того, что воздух растекает, ну, допустим, мысленно скажем, вот этот участок, который, ну, это нельзя просто затормозить, можно сфотографировать и показать. Вот воздух растекается, на него брызнут чем-то. И вот частички, которые попали в течение одной секунды, а та идет поверх, а эта понизу. Ну, они должны там соединиться вместе. Обязательно. Сколько растекается в начале крыла и в конце. А одинаковое время, но не одинаковое расстояние. А раз расстояние вверху быстрее идет, значит, меньшее давление, разреженное пространство, значит, снизу подъемная сила. На один квадратный метр, там, 470 килограмм и прочее. Почему такие большие крылья? Только еще больше никакой хитрости нету. За счет чего она поднимается-то? Почему без крыла, даже которую показывает летательный аппарат тарелка, точно так же, вверху она так, а внизу плоская. Видел? Вот за счет кривизны верхней, а он крылья резал, это уже было. Но вот, говорит, летущая мышь летает, она в темноте, да оказалось, и смотреть-то не может. Как узнают? Она в волны выпускает. Радар. Так вот, ваша радарная установка, она была под солнцем, то есть у Бога. Нет сокровенной твари. И оно открывается, Слово Божие. Исследуйте Писание, прославляйте Бога. Давид это видел. Мы знаем больше. Я сегодня материал выставляю. Ученые в 1956 году собрались вместе и стали предсказывать, как дальше будет развиваться техника, какие люди будут. И показано. Один говорит, вот такое будет, аппараты запретут. Ну, примерно, размер партигара. И в него будут разговаривать, друг друга видеть. И в каждом месте. И не надо будет искать какую-то кабинку, в главпочтамке. Тебя вызывают будут. Алло, там, тебя вызывают. Он абсолютно точно предсказал. Не сошлось то, что считали, что на Луне будут жить. В Луне, пятый континент будет там, или какой. На Марсе будут люди. Но пока не дошли. Хотя, говорит, у Ефрема Сирина я не считал. Мне говорили. Он сказал, перед самой кончиной мира человек взойдет ногами на Луну. Они даже не знали, что она так далеко. Тысячи километров. Не знали, как далеко Солнце. Видите как? И поэтому нет сокрытой вещи. О чем бы ни заговорили. И когда три искушения мировых, в эти искушения все миллиарды искушений вошли, которые Сатана предложил Иисусу. Хлебами сделать камни. Бросься вниз, на руках понесут. Живые помощи считают. А люди пытаются от Сатана отбиться. И дальше. Все царства мира отдам тебе. Вот это очень хорошо объясняет Достоевский. Подробно. Что это означает? Ну, о великом инквизиторе разбирают братья Карамазовы. И что? Ничего. Я стал думать, почему Христос не ответил своими словами, а отвечал местами из Писания. Когда он автор Писания, значит, автор у нас сейчас говорит, Евангелие будет у нас внесено в канон. Канонические книги. А почему он оттуда брал? Вот вопрос. И нигде я про это не считал. Я стал думать об этом, молиться, и считай, мне Господь это открыл. Потому что Слово Божие имеет какую-то неведомую нам силу. И вдруг я вижу фильм Моисей, когда он закон получает, и как лазерный луч обвивает скалу и бьет в нее с той стороны, и она плавленной течет вниз, а буквы остаются на камне. На мраморе. Первое это уставы, ну, 10 заповедей, это не много. И когда он принес их, и люди там увидели, что возвращаться хотят, и он во гневе разбил, то есть эту Библию порвал Моисей. А вторую-то он сам там зубилом долбил, сидел, писал. Тоже на камне. Бумаги-то не было, авторучку не изобрели. И нет твари сокрытой. Нет дела, как у него сокрыто. И то, что говорится на ухо, будете возвещать с кровли. Бог во все проникает. И вот на счет, говорит, у нас светла. И вдруг на листиках появляются какие-то пупырышки. И прямо, не просто так, а там в самом листе. Разломаешь, когда смотришь, а там какие-то лещинки. Везде. Вот я интересовался, как голуби бывает где-то залезет там, ну и погиб. А у меня голубятня 9 метров 60 сантиметров крыша, выше столба. И туда залезть никак нельзя. И приду червей там этих черные такие жучки. Жучки. Все поедают. Там одни кости остаются. Откуда они взялись? Я их опять выгребаю, сметаю. Нету. Только положил что-то такое, ну, что может погибнуть. Мышь там сдохла где-то. И тут же они сразу ее изгибают. А откуда они взялись-то? А они там и были в нем. В человеке около 300 разных червей живет. Нормально. И они не могут его не победить, ничего. Вот человека хоронят. Гроб запечатанный, запаянный. Там ни один червяк не заползет. Теперь пройдет месяца-два раскрой, кишит все червями. Почему? Теперь они получили свою пищу. Они ждут ее, сидят в нас. Это Бог так сделал? Или бывает, вот лошадь у нас ходит, ну и подошла к моему дому, там оправилась, у нее помет, как называть, скажем, навоз, то, что она испражняется. самое хорошее, если можно об этом деле так сказать, и самое неприятное человеческое. И руку отряхнет, говорит, и у овечки орешками, как вот орехи какие сыпятся. Вот у коровы лепешкой, а у лошади большими такими, вот как кулак на кулак положить, один на другим, и там видно трава. И как только я его убрал в сторону, и прям на дороге было, прямо в палец толщиной туда идут дырки вниз. Какие-то там черви, и только она оправилась, куту уже везде дырки эти, где лошади оправились, везде. Откуда они взялись, эти черви, как они выглядят, еще не могу узнать. Они там и были в нем, но им выхода не было, потому что жизненные соки ограничивали их деятельность до разделения души и духа. Ты знаешь, какая глубина в этих словах закрыта? Я вот исследую, смотрю, и не как-то, а почему именно так? И ответа нигде, ни интернет, никто не может дать. Я должен сам думать. Но знаю, что во всем Бог участник, и что у Бога все это было. Я безбожник. Но ты знаешь, что ты сотворен? А почему? Ну, откуда? А как тут? У меня родители есть. Ну, родители-то откуда? Ну, у них бабушка есть, то есть он не может никак сдвинуться. Ну, а первый-то где был обезьян? Значит, бабушка, прабабушка твоя была обезьяна, да? А моя была человеком. Ну, и она была, была, и вдруг дерево соскочило, и распрямилось, и все это исчезло, и стало красиво. и так юбку натянула, или мужские брюки. Ну, что ты городишь-то? Да вот это путем эволюции, но путем эволюции это в одном бы направлении, одна температура, все одинаковое. И оно бы одинаково было, но кит, 350 тонн, или сколько, сколько вагонов не заложишь. И мошка. Маленькая мошка в глаз попадает. Это одно и то же. Возьми павлин, какой у него хвост, как он выглядит, и возьми маленького-маленького воробушка. Это одно и то же. Возьми слона и возьми мышку. Одно и то же. И этих разнообразных тысячи, тысячи, только как инсектиды, или как называют, они мошкара. А возьми в орнитологии, изучение птиц. Как конца края нет. Вот жулан летает у нас, большая синица. У него щечки черные, а здесь белая, зеленая, желтая. Такая красота. Ну, это понятно, Бог покрасил. Но иногда бывает так, птица с разными цветами, и бывает, перышко выпадет. Так вот у перышка, перышко еще состоит из маленьких, которые соединяются вместе с собой. Еще состоят. Только вот эти зацепочки, ну, бывает так вот, прилипло, оно прилипло. Это бывает там на разных, продают нам что-то, или как липучка какая. Так только на одном перышке голубя 75 тысяч зацепок. 75 тысяч на одном перышке. Кто это сделал? А бывает вот это, которое, перо, а потом у него так вот раздираешь, и по одному. И бывает, около самого белая, дальше идет черная, опять белая, опять черная. Или пятнышки такие. А откуда краска пришла? Не знаю. То она не может ниоткуда прийти из воздуха, она из тела. Как эта краска могла пройти белая, а дальше идет черная? Полный тупик. Ну, Бог делает это, а как, не знаем. Сказать, не знаем. Но это диво. Я птицами занимаюсь с пяти лет. И у меня перышки везде, там крылышки везде подохнутые. И каждый раз прославляю Бога. Как удивительно Ты сотворил, Господи. Посмотри, у сороки какой хвост. И у дятла. У дятла коротенький хвост, он им рулить не может. Он вот так вот летает. А сорока летит, у нее эти летит, совершенно прямо ровно летит. Ей есть чем руководить. Так а сколько у нас разных яблонь, виноградных, других сортов. Это конца нету. И так проникает. Показывает. Ну, закончи там. Ну, вот, что все обнажено и открыто пред очами его. Ну, то есть... Да, открыто. Знает будущее. Бог дал слово свое. Бог не так сделал, человек опустил, поступайте как угодно. Нет. Еще в раю уже, ну, писать они не умели. Но уже сказал, не покушайся, смертью умрешь. Теперь будет записано спустя три тысячи с лишним лет. А вот писания не было, Игнатий Тихонович, была совесть. И не... Ну, то есть люди как-то, видимо, она это... Ну, то есть писание не требовалось, видимо, в начале. Не знаем этого мы. А может где-то записывались хотя бы маленько на камне как-то. Бог его знает как. Но у нас сохранилась от Моисея. Первая книга Моисеева написана. Из бытия. Вот и все. Дальше не надо идти. Мне... Ну, нет. Вы говорите, что про совесть, вот расскажите, что совесть, оно первичнее даже писания. Да. Ну, вот... Говорит, с чем меня немало удивил. Не знаю. И так послание Крильма говорит, есть люди, которые не знают писания, но совесть их то судит, то оправдывает. А что такое совесть? Я считал, насчитывал пять томов добротолюбия, это высшая христианская философия и мудрость, и нахожу, что здесь сокрыто так много и пересказать невозможно. Есть Авва Исаия, не пророк, Авва. Авва Марк. И у меня вышло свое, свое порезнь. Совесть. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Вот запиши, и ты поймешь, здесь все заложено. Не душа, а участок, через который голос Божий слышится. А если не слышится, значит, замолк, все, ничего нету. Бессовестный. Бессовестный, то есть бессовести. Это серьезный упрек. Вот возьми, сейчас у нас люди где-то в разных государствах избирают депутата, они ничего не делают. Огромные деньги получают, разъезжают, блудят по курортам. Ну, все это кончится. С собой они ничего не возьмут. Совесть умерла, и он не понимает, что он обкрадывает народ. Но зачем они нужны? Чтобы любое решение президента утвердить. Причина только одна. А тут лоббируют всякие интересы. Я даже представляю, новые счетчики только купили. Несколько лет прошло, счетчик на стене висит. Все менять. Почему он новое сдал, он на этом работает. И опять цена уже в 2-3 раза дороже. Да мне не надо. Приходят, электрики давят, снимайте этот. Ну, это же ваш, вы же поставили. Это уже третий раз меняете. Зачем менять, когда все у него вещи? Я не ворую. Они показывают нормально. Претензий у вас нет? Нет. Мы решили. Ну, решайте ваше дело. Сейчас что придумали у нас? Чтобы на домах, где уже написано, там улица такая-то, Пушкина, номер 15-й, нормально, купленная, там такая лакированная. Нет, они другое издали, а эти убрать, а чтоб тебя повесить. И решение принимает местная власть. Решение уже приняли. Старые теперь таблички. Сорвать они целые, неповрежденные, на Ямале, выпуклые, ну, до того, красивые. А новые совсем той красоты не имеют. Но уже решили лоббировать, продвигать интересы кого-то, кому это выгодно. И он им заплатил. Вот заплатили, там сколько, я не знаю сколько, но речь идет о миллионах, иногда о миллиардах. Признать бешенство коров. Коровы пасутся на лугах, австрийских. Где? Швейцария. Страна много поставляет. Но в Англии решили убрать конкурентов. И теперь они присылают. Все признано. Вот корову убили. Лабораторию исследовать. Меня же туда не допускают. Найдена. Она ест траву, не знаете еще. Ее уже признали бешеной. Или птичий гриб. Птица никогда не чихает, она не знает. Свиной гриб. Признали, все нужно. И сарай, который был, сжечь. Все убрать. И они снайперов туда напустили. И они постреляли все горами. Горами валяются коровы. А где совесть? Человек только начал на ноги подниматься, под самый корень рубят. Вот сейчас. Это откуда гриб? А это дикие летают птицы, а они и заносят. Ну и у нас в Алтай, я сейчас не знаю сколько, ну 240, кажется, охотников предупреждены были, чтобы в упыках отстреляли и привезли в лабораторию. Привезли. Настреляли в гору уток. Нигде не нашли ничего. Ни в одной. Ну это, ладно, по-честному. А могли бы сказать, а как ты проверишь-то? Вот они у нас анализы брали в лагере. Она берет палочку, постояла там палочка, лоб поскребла, лезет туда в пищу где-то, берет и к себе надо снимать. Она рукой там снимает ватку или чего-то. А кто посмотрел, говорит, что она делает? Она тогда анализ грязи на пальцах делает, а не вашей пищи-то. И поэтому совесть то судит, то оправдывает. И когда на человека бывают верующие друг друга, говорят, да бессовестный ты, нужно быть аккуратнее. Иначе можешь через это похулить Духа Святого. человек действует по благодати Божией и говорит Слова Божие, а человек начинает клеветать. Ему дадим отчет с большой буквы. За Слово Божие. Слово Сыщеловеческое ненавижу, а закон твой люблю. Вот в этом вся суть. Если ты любишь, то мне авторитетов никаких нет. Так, а Златоуст сказал, у меня голова своя. Я в Библии смотрю, совсем по-другому написано. Если. Я не конкретно говорю, ну, к примеру. Так Собор сказал. Разницы нет. На суде Божьем не по Собору постановлению будет. Да вот жития там, такое там, такое. Нет, не по житиям. 12.48 Евангелия Теяна. Я не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Для меня это был мой Рубикон. Я понял, все мое, что я знал, нуль. Я тогда стал просить Бога не о мудрости, а стереть. Переформатировать голову. Я знал не сотни, может быть, разных анекдотов. Душа общества. Развеселить человека для меня ничего не стоило. Почему? И память, если все. И когда я сказал, что я помолился, и Бог все убрал, я не помню даже этого. Вот в это не верят. Что я просил мудрости, Бог дал, в это верят. А что Бог убрал ненужный мусор, они в это не верят. Да что Бог, асценизатор какой. А ему разницы нет. И он очистил мой разум. Я встал, я встал, я почувствовал, у меня этого нету. Я думаю, что же я тогда... Ничего нету. Чистый лист. Почему? Это чудо, которое совершил надо мной Христос Духом Святым через Слово Своё. А сколько вы времени тратили на изучение? Я не считал, что я изучаю. Я просто наслаждался. Примерно иногда в свободные дни 10 часов. За Словом Божьим. Книг, святых отцов у меня не было первый год. Но душа жаждала знать. И первый раз я коснулся блаженного феофилакта не в Венсполсе латвийском, а в Клайпеде литовской, где наш корабль пришел на ремонт. Я познакомился со старообрядцами там, какое они, поморского согласия. Вот как сейчас помню, я все это вспоминаю, а он старик, работает на работе, ну старик там, сколько ему может быть, лет 50, старик, говорю, но он выглядит такой, борода у него нетронутая. И две девушки, я не понял, то ли близнецы или что-то, лет, наверное, по 17. Я любил косы, а они-то не знают это. Я в другой комнате сижу, пишу, но гляжу, кто-то зашел, я гляну, а не то, одна-то другая пройдет, а косы до пояса, да такие вот, чуть не в руку толщиной, русые такие, ну, красавицы. И я никакого внимания, не то, что там я левнух какой-то, я нашел то, что выше всего, я сижу скорее писать, писать, скоро корабль отремонтируют, надо уходить. Я дошел до 24 главы Евангелия от Матфея и больше никак. Но это я уже узнал, законспектировал, потом по конспектам буду преподавать в университетах, в школах, по радио. У меня же не было. А то, что придет время, и я сам буду издавать блаженного фефилакта, да плюс с откровением, который фефилакт не задевал даже, я бы посчитал это насмешкой, этого не может быть. Да не просто так, а еще Гюставо Доре, 240 иллюстраций, да раскрасим, да выделить нужные места, да 297 комментариев там, сказки. И вот Бог все это сделал. А почему? Я считаю так, Бог увидел мою жажду к слову Божию и любовь. Нелицемерную любовь. И посволил. А потом уже в Новосибирске, опять же у старобрядцев, дальше нашел. А потом уже у меня по австралийской, новозеландской там это издание блаженного фефилакта. И тогда уже все законспектировал, и поэтому вел занятия 18 лет в университетах. Какая программа? У меня, говорю, программы нет. У меня блаженный фефилакт. И, конечно, я добавляю всегда связь с миром. Реально. Как это бывает? Вот я вопросы сейчас зачитываю. У меня 4124 вопроса. Вопроса. И эти вопросы надо как-то было сгруппировать. Я все время думал и говорил, когда меня не будет, кто-то найдется и сделает. Книг-то 33 тома по 752 странице. Никто. И пришлось самому 33 тома заново промолотить. И на 55 папок. Это у меня на экране грузить некуда было. Все убрал, только 55 папок вошло. И считаю вопрос, в какую папку положить. И вот сейчас это на моем сайте, во свете Библии, православный библейский сайт. И первое начать это бесы Б. Бесы волшебства. Это, этой папкой занимается Вячеслав Семенов. А самая последняя церковь, а вот это Сергей Павлович. Я сейчас выставляю все время. И дальше, следующий у него будет царь, когда это закончит. и он все время, и у меня сейчас накапливается материал, я ролики выставляю, каждый день 5-6 роликов. Только поэтому. То есть, это оживление этих вопросов. А там, кто, где их найдет? А тут отдельно, как вопрос взглянул. И картинки им придумали, я их вставляю, отдельные картинки, они совершенно отдельные. На каждое событие отдельные картинки. Не на каждое, а на каждую папку. на наш Никут во Святой Библии открытым оком. Зайди, там увидишь. Видишь, как Бог делает. Не ожидал я этого. И там нашелся один человек, расположенный очень, и помогает Вячеслав, говорит, Илья. И я попросил его заняться стихами. Я уж не первый раз кому-то поручаю. Два-три стихотворения и заглохло. Без музыки, без всего. Но он пока ни одного не выставил, но чтобы именно начитывать, и тогда я буду выставлять их. Я тоже пытался их насчитывать, но у меня перегруз. Столько времени уходит на ответы. И это необходимо. А вот и будет проповедовано Слово Божие по всему миру, или Евангелие, или именно вот что будет проповедовано? Слово Божие, там, то есть в полноте своей Библии, или только Евангелие, именно Новый Завет, там, я не знаю. Евангелие, Евангелие. А Евангелие включает в себя Новый Завет. Ты когда будешь говорить, ты будешь говорить. Почему Христос пришел? Потому что первые люди согрешили. И ты дальше сразу переходишь. Римлян 6.23. В Адаме все умирают. Или скажут, возьмите за грех смерть. Откуда ты взял? Оттуда. Оттуда. И Господь, когда говорил, Он все время ссылался, как написано. Подходят. А какие заповеди? А Господь говорит, как считаешь? Как считаешь? Вот именно как считаешь, там что есть. Так что, когда говорится Евангелие, это означает весь. Библия вся. Вся. Весь корпус. Как я буду объяснять дальше? А зачем это нужно? То, что человек будет разделен душою, потом душа соединится с телом воскресшим и будет определять его в бесконечную участь на вечные времена. Ну и вот такое дело. А вот уже это совершилось или нет еще? Как по вашему мнению, Игнатий? Нет, конечно. Тогда придет конец. Конца нет, значит не совершилось. Даже из этого стиха видно. И будет проповедана Евангелие. А проповедуя Евангелие, вы конец приближаете? Конечно. Так а тогда Антихрист придет. Приближаем приход Антихриста за три с половиной года. Потому что уже все разнесено. Режиссура вся известна. Идет проекция на землю. Ну все тогда. Да. Благодарю. Спасибо Христос, Игнатий Ильич. Да, до свидания, Виталий. С Богом. Храни тебя Бог. Если будет желание помочь где-то там стихи или что-то считать без всякой музыки с выражением сначала понять о чем? Ну время как. Я просто время это не было. Я пытался там свои какие-то моменты делать. У тебя есть в одном файле? Есть, есть это все. Я допустим скажу начни с буквы допустим О. Мне интересно вот парня этого посмотреть. Как он начитает. Не знаю пока нету. Вещь Куток фамилия его Илья. Скай попробует и если я увижу что у него классно я сам возгорюсь и дальше А ты не дальше дальше ты начни где был считал и начинай как это будет как такое стимул Потому что там идет по алфавиту название стихов Не так-то просто Илья Тихович ваши стихи читать я вам скажу Не так просто Они не мои Я их своими не могу назвать потому что это намного выше моего интеллекта и возможностей Вот поэтому я и говорю что это Ну ни один еще не говорил Илья Прудовский был но он уже ваших примерно возраста Илья Прудовский он в свое время начитал Библию Кто? Илья Прудовский еврей такой есть хороший Диктор Диктор Всесоюзного радио На ней Я просто говорю Вот он бы начитал Вот это было бы мощно Он он Начни так вот Ты видишь считает Виталий сколько Запятая Он не заметил И сразу смысл другой Запятая А этот Сережа Это очень серьезно Потому что внезапные переходы Называется экстраполяция событий Перенос за тысячелетие к читающему И спрашивает А это что? Когда разъясняешь Ну ты сам знаешь Мне писал О чем тут говорится Ну а вот Вот к этой беседе Которая сейчас У нас произошла Какой бы вы стих Подобрали? Не знаю Ну посмотрите Игнатих Думал об этом Я посмотрю Так нет Прямо сейчас Не знаю Я не молился Об этом А слове У меня много Сихотворений написано И поэтому Какой из них лучше? Три тысячи 467 стихотворений Перновики остались Он 10 раз Зачеркнет Нет не то Дай вот этот Это все так пишут А вот так Это 2-3 еще может быть Но не 3400 Это где-то 9 лет По одному стихотворению Ежедневно Суббота и воскресенье Это не может быть Плагиат Это ворует где-то А я отказываюсь Мне было такое Приехал один священник И вот такое стихотворение Вы знаете Прочитал Ну видно Что человек Писание знает И все Это вы не слышали Такое Ну я знаю Это событие С Самуилом было Но у меня стихотворение Я говорю Нет Он открывает А у меня за Игнатия Лапкин Радонеж газета Не знаю Да На самом деле Это да Я не помню Понимаешь Еще можно так делать Я делаю иногда так Что я ваше имя Ну то есть Игнатия Лапкин Там такого-то Я это даже Ну не вставляю Просто вот там Например Поделюсь Какими-то строчками И все И оно работает Ну чтоб люди Не искушались Потому что на вас Клеветы там много Вот и все Ну А то они сразу А Лапкин А нет Все Все Убери Убери Айраз без Лапкина Ну-ка прочитай Этот текст О Сразу принимаю Такое-то хорошее Все Понимаете Игнатик Да оно понимаешь Хорошее Еще не обозначает Что оно Коснулось его Ну Коснется Ну вот я увидел Сисястую Сисястую Там пишет Есенин Ну и дальше Это что Сколько он жил И чем это все Закончилось Дело-то Проникновение В душу человека Чтоб душа Откликнулась Слово Божие Я прочитал По-другому не может Это в жестах Выражается Сурзопереводчик Или допустим Я смотрю на человека И он говорит Интонация голоса Такая Что можно Интонация голоса Возьмем у меня Стихотворение Одно О музыке Тишина и музыка Как их соединить У меня стихотворение Витя положил на музыку Я еду дорогой И Шофер Священник Я в это время У меня с собой Всегда Картонка Бумага чистая Карандаш Я пишу У меня стихотворение На молитве Вот я говорю Одна строчка Как мелькнула Будто бы Закончил молитв 35 я подписываю Без всякого Быстро-быстро Успел записать Все готово И дорога написал Утром встал Нету Я все обыскал Нету Как будто его не было Но оно было Я тогда сажусь Помолился и встал И когда написал Понял Это еще выше Я могу его скинуть А музыки Какие слова Все спрашивают Как это вы могли Так это Никак Это настолько Выше моего Уровня развития Даже это Вот простенько Оказалось Нет Это не стихи Я их называю Книги Четыре тома Проповеди В стихах Проповеди Потому что 36 строчек И напротив Каждое место писания Такого в мировой литературе Не было Никогда Нигде А глядя на меня Как красиво выглядит И начинает Напишет А дальше не знает Как найти Так где А у меня Слагается И место писания Слагается И тут же Это нельзя Никак Я благодарю Бога моего В ночных И дневных молитвах Вот так Дорогой Да Спаси Христ Слава Христу Да Слава Христу С Богом Да Расходимся Слава Христу